Здравствуйте! Вы смотрите, проще говоря, на телеканале Арктик ТВ. Сегодня у нас в гостях митрополит Мурманский Мончегорский Митрофан. Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте, Ирина! Мне посчастливилось прочитать вашу новую книгу «Тайна Великой войны». Насколько мне стало понятно из этой книги, что вы рассматриваете этические проблемы как добро и зло, в том числе откуда шли истоки этой войны. И я так понимаю, что именно эта тематика была выбрана не случайно. Вы наверняка эту книгу к чему-то приурочили, верно я понимаю? Безусловно, чем величественнее событие, тем оно имеет особый потенциал разгрытия в будущем. То есть, как вот у кого у Есенина сказано, большое видится на расстоянии. То есть, это удивительный феномен, на мой взгляд, когда по мере того, как мы, ну, время уносит нас от этого события, уже 75 лет мы праздновали, да, а при этом значимость этого события не ослабевает, и оно, на мой взгляд, приобретает еще большее значение в нашей истории, раскрывается в полноте. Это свидетельствует о чем? О том, что, значит, в этом событии есть гораздо больше, чем просто на поверхности, и там есть какие-то сокрытые внутренние механизмы, которые постепенно нам раскрываются. И вот как раз я попытался в этой книге «Тайна Великой войны» раскрыть тайну вот этого феномена, этой войны, как глобального противостояния сил света и тьмы, добра и зла, вот такого исторического, оно, так сказать, бытийное противостояние, оно идет с глубокой древности, и с этим ничего не поделаешь. И для меня было важно показать, в какой мере именно наша страна, наш народ оказался на стороне света, и как Европа, по сути дела, я об этом пишу прямо, фашистская Европа, которая вся подстелилась под Гитлера, вот, увы, она, так сказать, оказалась на стороне сил тьмы. Вот, и, собственно, я прослеживаю это противостояние в настоящее время, оно, оказывается, продолжается. Нам казалось, что это жертва, которая принесена, это наша там солидарность и союзнические отношения, они, значит, повлияют на мир в дальнейшем, он будет чище, там, значит, безопаснее, и мы будем жить по законам добра, справедливости, в общем, по христианским законам. Но, увы, мы видим, что сейчас творится, когда в политике главенствует цинизм, культ чисто только лишь личных интересов, невзирая ни на чьи другие интересы, кто, у кого больше прав, как говорится, тот и прав, кто сильнее, тот и главенствует, и никакой нравственности, морали мы не имеем на сегодняшний день в этом мире. И такое ощущение, что опять наша страна оказывается единственная, кто противостоит этому, и лидер нашего государства, выступая на различных площадках, об этом открыто говорит, но мы при этом видим реакцию, что они смотрят и не понимают, о чем он говорит. Это какой-то, считают его наивным человеком. Прежде всего, выгода, вот что правит миром. Решение своих личных вопросов. Нажива, диктат, отстаивание личных интересов, невзирая ни на чьи другие. Вот это то, с чем мы столкнулись 75 лет назад, и что, тем не менее, продолжаем переживать и ныне. Именно это подвигло меня написать, рассказать эту историю. Ну вот вы говорите о том, что такое самое, наверное, одно из мощнейших влияний Запада началось во времена Наполеона, когда наши русские люди стали говорить на французском языке. То есть это подмена культуры, какого-то самоидентичности. И вы считаете, что сейчас нужно это возрождать, и Россия должна идти своим путем. Вот вы как-то видите уже разрешение вот этой проблемы, как нам идти своим путем. Не по западному развитию, не по восточному, а своим путем. Вот что делать? Вот сейчас я вижу, что очень много делается для того, чтобы вот эта духовность, она как-то возрождалась. Да, безусловно. Мы каждый раз, когда мы, значит, вот идем на встречу Запада, мы помним эти самые энергичные попытки, это Петра Первого, и в дальнейшем это все повторялось. Вот эти прорубания окна, что мы такие же, как и вы, мы же как же Европа, единая, давайте жить дружно, вот по образу известного персонажа мультфильма. Вот. И каждый раз мы получаем оттуда, вот из этого окна, в Европу, ну, минимум неприличные жесты и, так сказать, плевки в наш адрес, и в конечном итоге мы оказываемся перед большими проблемами. Это случилось во время Наполеона, конечно же, да, когда этот флер романтической революции, французской, значит, свободы, там, вседозвольности, это, оно повлияло, конечно, и на русский мир, на, в прежде всего, на русскую интеллигенцию, высший свет, который перешел на французский язык, и вот все эти приемы, ужинки французские, так сказать, вошли в наш высший свет, и в конечном итоге даже война с Наполеоном, так сказать, не прервала этого поклонения, вот, западничество вот это. В дальнейшем то же самое, каждый раз, когда мы пытались идти по этому пути, мы каждый раз ошибались и обжигались, что называется. И, ну, последний пример 90-е годы, когда вдруг, значит, мы посчитали, что вот опять все будет мирно, дружно, мир, дружба, колбаса, там, что, не знаю, счет, так сказать, все, теперь никакой войны не будет, все будет хорошо, пилим ракеты, разворовываем корабли и так далее, вот. А к чему это привело? Потому что мы просто, они поняли, что с нами считаться не надо, что надо просто у нас забирать все, что только можно, грабить, и вот мы сейчас с трудом встаем, так сказать, вновь с этих колен, на которые сами себя поставили перед Западом. Вот что творится. Поэтому нам надо определиться, что у нас есть свой путь, путь российский, вот, которым шла наша страна в течение тысячелетия, Святая Русь. Нам надо, конечно, определяться. И первые шаги, я вижу, делаются. Конечно же, все начинается с каких-то основных законов. Мы не сможем сформулировать ту самую национальную идею до тех пор, пока мы, ну, не придем в себя и не переосмыслим все произошедшее в нашей истории и не возродим обратно нашу великую историю. Мы же ясно знаем, что, ну, в 20 веке нас обкарнали, и нам пели дружно из всех радиоприемников, наша Родина революция, и единственное, мы верны. Вот, вся история начала в 17-м году. Да, это был мрак, ужас, бесправие, проклятый царский режим. Ну, как это так может быть? Великий народ, великие имена, великие победы и свершения, тысячелетняя Русь, и вдруг она исчезла из истории. Естественно, это сказалось и на людях, на их менталитете. Они, так сказать, оказались поврежденными, глубоко духовно поврежденными именно вот этой вот вивисекцией, которая сделана была в их душе. Отрезали все великое и святое. Поэтому сегодня мы должны это все возвращать. Вот. Возвращать имена, не стыдиться нашего прошлого, гордиться им. Вот. И, конечно же, правильная ныне политика о том, что таким вот объединяющим началом, самым ясным и ближайшим к нам, мы современники, по сути этого события, наши отцы и деды. У меня воевал и отец, и дед, и другие родственники, и дядя, там, другой дядя. Все воевали, двое погибли. Вот. То есть это в каждом, это в нашем сознании, в нашей крови. Поэтому, конечно, Великая война, вот это вот 75-летие, которое мы отмечаем в этом году, она, безусловно, является одним из вот этих вот важных фундаментов, на котором мы сейчас определяем свою самоидентичность. Вот. Но это не все, что есть в нашей истории. Поэтому я там в своей книге коснулся, что у нас была и другая Великая война. Поэтому я начал с Наполеона, что это первая была попытка, активнейшая и мощная попытка европейских держав поработить нас. Вот. Это извечное решение восточного вопроса. Это в головах европейцев. Это не Гитлер придумал. Я в этой связи, вот, много мне, что подсказали мудрые мысли вот Карена Шахназарова из фильма «Белый тигр». Там вот последняя беседа, это исторические события, беседа Гитлера с журналистом, вот, последняя его в бункере беседа, когда он подводит итоги, понимая, что война проиграна, советская армия на подходах к Берлину уже, так сказать. И он об этом говорит, что я понимаю, что будет дальше. Вот эти все, значит, европейцы, которые меня направляли на Восток, чтобы я решил этот извечный вопрос, который всегда в головах каждого европейца. Они все повесят на бедных немцев теперь, мы станем исчадием ада, все будут нас проклинать, а они, мол, дескать, окажутся совершенно, так сказать, святыми и непорочными. Несчастная Германия. Ее обвинят во всех смертных грехах. Немецкий народ сделает виновником всего. Напишут тысячи книг. Найдут тысячи каких-нибудь нелепых документов. Придумают сотни воспоминаний. И мы, я и Германия предстанем перед миром, как беспомерные изверги рода человеческого. Вот эта вот, говорит, подлость такая, вот это сознание всех наших союзников и тогда, и прочих там европейских держав великих, она, говорит, к сожалению, проявится в полной мере. И все будут все повесить на нас и на меня. Я стану исчадием ада, а они, мол, светлые, белые, пушистые. На самом деле все не так. Я просто, как никто другой, решил, что мы сможем все дружно решить восточный вопрос. Это страшная страна, которая нависает над нами. Вот это все то, что сейчас в головах нынешних европейцев. Ничего не изменилось. И в своей книге я рассказываю, откуда берется вот этот вот страх перед нами. Вот эта загадочная русская душа, там эти страшилки, там про медведей, про гуляющих по городу, там и так далее. Всякие абсурдные вещи, нагнетаемые. Он, страх, он имеет какой-то иррациональный характер. И надо сказать, что Гитлер в своих трудах, в своих беседах, которые здесь привожу, вот и к ней, и он говорил, что Европа не сможет существовать, если рядом будет Россия. Россия обладает удивительной способностью притягивать к себе народы. Но мы, собственно, это видим. Если бы не катастрофа 90-го года, когда мы все это вдруг всех распустили, берите сколько угодно, нам ничего не нужно, каждый в свою квартиру. И теперь что в этих квартирах творится? Беда одна творится. Что творится с нашими всеми, так сказать, бывшими союзными республиками? Россия обладает, и он это четко понимал, способностью притягивать. Говорит, эти громадные просторы ее завораживают. Она страна, которая, причем она не завоевывает, в отличие, допустим, от империй, там, испанских, там, ну, классическая британская империя, которая просто огнем и мечом, там, представляла, что творила на своих землях. Она не завоевывает, она притягивает. Добровольно входит в состав. Вот в чем беда. И он это чувствовал. Говорит, посмотрите на немцев, которые оказываются в России, они перестают быть немцами. Они забывают, они все сразу же растворяются в этом величии, в этой величайшей империи. Вот. То есть этот восточный вопрос, который действует до сих пор, и мы это должны принять как данность, и никогда у нас не будет вот того, что мы как бы хотелось, давайте жить дружно, давайте по справедливости, давайте же до конец. Нам, вот сейчас для нас дошло, слава Богу, и как говорил Александр Третий, у нас два союзника в этом мире, наша армия и флот. Вот все мы для себя вновь восстановили в голове понимания сути происходящего. Вот в вашей книге больше всего меня заинтересовал такой вопрос, то, что вот когда было правление Сталина, все придерживались диалектического материализма. И затем вы пишете о том, что вот ближе уже к его кончине Сталина, да, он придерживался, немножко отклонялся от своей основной позиции, и все-таки хотел возродить православие. Вот можно вот поподробнее вот эту точку зрения? Не ближе к кончине. Речь идет о том, что как любой из многочисленных мудрых правителей России, идея сформулирована еще в 15 веке, что Москва есть Третий Рим, что Москва наследует величие Византии, вот этой великой христианской айкумены, которая охватывала всю территорию христианства, что вот эта идея, что должна, как которую сформулировал известный старец Филофей, говоря об этом великому князю Василию Третьему, что, говорит, ты наследник великой идеи державы. Два Рима пали, третий стоит твой, четвертому не бывать. Но, соответственно, каждый из правителей, который вдохновлялся этой идеей, он сталкивался с тем, что, значит, необходимо для этого объединить православие, сделать его таким единым и цельным, и что надо вернуть этот исторический центр православия, то есть это София Константинопольская, и проливы, которыми владели греки, соответственно, черноморские, эти территории, вот это будет великая, значит, Москва, Третий Рим, идея воплощения ее. И каждый маломальский активный правитель, таких было много, я их перечисляю, приступал к решению этой идеи. Эти войны с Турцией, эти все вот эти бесконечные наши сражения, они, в принципе, преследовали ту цель. Но она так и не была достигнута. Наш флот подходил к Константинополю, но дружно выступали западные державы, которые грозили объявлением войны, если вы немедленно не отведете корабли от Черноморских проливов. Мы все время с этим сталкивались. Впервые реально к решению этого вопроса приступил Николай II, и, соответственно, он добился этого, что по итогам Второй, Первой мировой войны он получил уже гарантии западных держав о том, что проливы и Константинополь отойдет России. Все. Но Брестский мир, как говорится, тот самый похабный, который признавали сами большевики похабным, он все перечеркнул. И удивительная случилась история. Проигравшая страна, неожиданно, так сказать, оказалась победительницей. Это феномен нашей революции и большевистского правления. Сталин вновь к этой идее приступил и понял, что вот этот момент нашей победы, приближающейся, вот этой коалиции, которую удалось создать против Гитлера, это момент, когда мы можем решить этот вопрос. Извечный вопрос тысячелетия. Вернуть Константинополе проливы. Москва будет Третий Рим. Для этого нужен мощный патриарх, надо возрождать церковь, всемирное православие, соответственно, будет центром Константинополя. Эта идея была поддержана. Но, как известно, увы, сразу же после Курской битвы, уже после каковинного перелома в войне, наши войска готовились и вставали на границы с Турцией. Турции был предъявлен ультиматум в силу того, что она была союзником Германии, что она за это должна, так сказать, поднести наказание. И наказание вот таким вот образом предполагалось, что мы, так сказать, исполняем эту давнишнюю мечту. Вот чем Сталин занимался. Вот для чего он возродил обратно православие. Для чего он срочно избрал патриарха, возродил академию духовную, семинарию, стали издавать журналы, возвращать священников, открывать храмы, монастыри. Все это было, все это происходило. Потому что им владела идея. Идея вот этого панславинизма от запада отойти, самим управлять этим великим миром православия, христианства, славянских народов возглавить и больше никогда в сторону запада не смотреть и ошибки Петра Первого не повторять. Вот в чем дело. Вот в чем была идея Сталина и почему, откуда взялась его вот эта вот расположенность. Когда эта идея угасла и когда стало понятно, что у нас нету ядерного оружия пока, а у американцев есть, и они сказали, что если вы попробуете перейти границу, у нас вот стоят уже информация была, я привожу Молотов в своих воспоминаниях, говорит, что поступила информация, что 22 бомбы по граммным городам приготовлены, чтобы нанести. Может быть, это был блеф, как потом говорят, может, такого и не было бы, но тем не менее риск был колоссальный, и мы вынуждены были отступить, как сказал Молотов в своих воспоминаниях. Вот какая была история, откуда вот это потепление Сталина. Ну и в целом, надо сказать, что Сталин, в общем, он, понятно, он все-таки, помимо того, что окончил семинарию, у него в целом было такое отношение. Тот же Молотов вспоминал удивительные вещи, казалось бы, большевики непримиримые, да, при этом он говорит, что мы, ведь все были из этих, из семинарий, и все пели в церковных хорах, говорит, и бывало, мы собирались втроем, говорит, я пел неплохо, Ворошилов хорошо пел, и Сталин тоже хорошо пел, и мы собирались и пели церковные молитвы, особенно нам нравилась «Да исправится молитва моя», вот, значит, это известного канона, великопостного служения, говорит, очень хорошее было пение церковной молитвы, то есть, по сути дела, у людей сохранялось вот это вот, оно генетически не могло быть исчезнуть, вот эта вот тяга к нашему наследию духовному, к православию, которая, тысячелетняя Русь, она не может исчезнуть из крови любого, так сказать, человека российского, вот, это, естественно, проявлялось, и поэтому он мог вполне, так сказать, ну, достаточно искренне пойти по этому пути, возрождение церкви и значение православия на Руси. Ваша книга, она даже немного пророческая, то есть, в самом окончании можно понять, что Русь все-таки ждет какое-то светлое будущее и возмездие будет, да, то есть, вы верите в то, что все-таки у нашей России есть какое-то, не исчезнет с лица земли она, и никто ее не сможет завоевать, у вас такая вера и оптимизм. Да, конечно, это как бы мы прослеживаем по всей нашей истории, мы видим, что, ну, об этом, кто, Черчилль говорил, это Бисмарк, и многие, ну, великие личности Запада говорили о том, что никто, и никогда Господь так не испытывал страны, не посылая такие страшные, какие-то невероятные испытания. Этого не было вообще, никто этого не переживал, таких страшных испытаний, которые выпадают на долю этой удивительной страны. Вот. И, ну, мы же должны понимать, что за всем происходящим есть какие-то более важные, какие-то промыслы Божии, какие-то планы об этой стране, то есть, к чему он ее готовит, для чего она проходит такие невероятную закалку. И вот именно это дает нам основание понимать, что, значит, есть что-то очень важное, для чего он бережет нас, страшно испытывает. Но это слова из Библии, это классика. Кого люблю, того наказываю, говорит Господь. Вот. Там так и написано. Поэтому, на кого он крест поставил, кто абсолютно, он посторонний в этом мире и к Господу отношения не имеет, тот живет припевающе в шоколаде, как говорится. Мы это глядим. Таких у нас много. Кого он наказывает, за кем следит, кого воспитывает и не дает ему погрязнуть в грехах и разжиреть, там, значит, и забыть вообще, откуда что в этом мире ценного. Вот. Тот, та страна избранная. Поэтому у нас, на мой взгляд, еще впереди великое будущее. Россия – это свет миру. То есть, мы должны этот свет показать. Мы сейчас это чувствуем, это потенциал этого мессианства, какого-то особого значения. Мы не должны скатиться вот в то, вот в этот, значит, в эти фастфуды и прочие там прелести западного мира, где Кока-Кола – это вообще все. Вот, значит, у Трампа главная кнопка, помимо ядерной, это еще кнопка на столе с Кока-Колой. Ну, это замечательно, что такое вот любовь у него к Кока-Коле. Но есть что-то более высокое, чем вот это вот приземленное, мещанское, такое вот ограниченное, суетное проживание этой жизни. Вот. Я думаю, Господь нам не даст все-таки превратиться в одну из таких вот стран разжиревших. Он нас всегда воспитывает и ждет от нас чего-то очень великого, настоящего. Продолжение беседы с митрополитом Мурманским и Мончегорским метрофаном смотрите в 20.00 в следующий четверг на телеканале Арктик ТВ. Редактор субтитров А.Семкин